Народ, всем привет! На связи Невис в игре Marvel Rivals. Мы сегодня играем, продолжаем обозревать, смотреть на персонажей. В этом видео у нас будут два героя роли Brawl DPS. Это у нас герои нанесения урона ближнего боя. Это у нас Магик и Черная Пантера. За Магик мы с вами уже играли до этого на прямых трансляциях, которые мы проводим на YouTube, а также на Twitch. Весьма очень понравился мне этот герой, Магик Ульяна Распутина. Классные способности, интересный геймплей. Но, к сожалению, у нас сейчас нету Черной Пантеры, благодаря которой у нас мог бы образоваться Тимап. Поэтому мы сами в одном из следующих раундов сыграем за Черную Пантеру. Сыграем за Черную Пантеру. Если кто вдруг не знает, какие есть способности у Магик Ульяна Распутина этого персонажа, во-первых, базовая атака мечом весьма критична и наносит достаточно урона. Во-вторых, данный меч мы можем бросать, предварительно его зарядив, бросок совершить. Дальше у нас есть рывок вот такой, похожий есть у Черной Пантеры. Ну и у нас есть уход в портал, выходя из которого мы можем либо взмокнуть мечом, либо призвать Сукуба, который будет атаковать противника в направлении, куда мы смотрим после выхода из портала. У нас сейчас два танка, два хиллера и два ДПСа. Прекрасно. Шторм, кстати, тоже брал ДПС. Будет у нас она в одном из следующих видео. Меня убивает толпа из троих героев, но меня рисует рисалка ракеты. Окей, это приятно. Это хорошо. Я могу убежать? Я могу убежать, хочу убежать. Как будто их там человек. Ну, как-то так. Как-то так. Это были клоны, клонов тоже надо забирать. Хорошо, добиваем. Кого-то попали мечом, но мы его зарядили не совсем полностью. Окей. Заряжаем потихоньку культу. Угу, хорошо. Рубим Халка. Доктор Бэннер. Легкая цель. Даже ульту чуть-чуть мы не успели продемонстрировать, но ульту, я думаю, уже вы могли видеть ранее, например, на трансляциях, да? Мы принимаем более агрессивную демоническую форму, с которой у нас повышается урон, да? Так у нас написано здесь. Трансформирует трансформация в темное дитя, которое усиливает все способности. Вот, как-то так. Да, давайте теперь посмотрим за черного. Черную пантеру. Король Чака. Король Ваканды, да? Я, знаете, так вот подразмышлял. Вот есть Черная Пантера здесь, да? Мне кажется, что одна из локаций в будущем, да, когда игра выйдет в релиз, либо какие-то еще будут, да, тесты игры, я думаю, что одна из локаций, помимо Токио 99-го и вот Асгарда, это вполне себе может стать Ваканда. Потому что у Ваканды есть достаточно много локаций, которые можно показать в игре красиво. Например, джунгли какие-нибудь, да? Либо склеп какой-нибудь и так далее. Королевство такое. Представляете, вы просто деретесь, а рядом там Африка условно какая-то, да? Солоны там ходят, леопарды и так далее. Ну, как на заднем фоне. Было бы так прикольно смотрелось. Ну, Асгард, конечно, прям пушечка. Ну, ладно, Старлорда. Ой-ой-ой, это кто там наш ультон у него? Вот это враг был, слушай. И ульты, кстати, сохраняются у нас, да, после раунда все. Хорошо, попали. Еще попали. Черная пантера умеет нас, пассивку, карабкаться вот так по стенам. Только надо забежать сперва так на стенку. Он поставил штуковину, которая резает их всех. Прямо в твое лицо говорит у нас. Енотик. Опа, портал. Опа, портал. я убежал пока ну хотя бы хоть какой-то схвате не вам не убивают у черной пантеры как мы видим до геймплей может быть не такой интересный как был за ульяна ну либо может быть как сказать правильнее не такой агрессивный хотя тоже спорно черная пантера выглядит куда конечно же слабее чем ульяна ульяна как и черная пантера это персонажи оба персонажа героя до ближнего боя то есть нам всегда надо стараться подкрасться к противнику но в случае наверное черной пантеры подкрасться а ульяны можно идти прям в лоб ну и конечно делаем мы неплохие такие выходы черная пантера не знаю я бы отнес к одному из самых таких слабых дпсов потому что есть дпс и куда посильнее например от star lord star да то же самое звернул род который до этого на нас вышел и кстати быстро отлетел это была одна из больших ошибок потому что ну против черной пантеры вблизи к нельзя да черная пантера силен только в ближнем бою и единственная способность которая у него есть по сути да для дальней атаки это бросок копья которых у нас имеется всего лишь два заряда два заряда это не так много сейчас зайдем на полигончик тестовый да выберем черную пантеру короля во первых у нас одна из прикольных способностей это рывок до который можно сделать в любой плоскости в любой поверхности вот например вверх да и все и после этого мы больше не можем прыгать ничего делать но мы можем сделать дабл прыжок только после того как по стене пробежимся и все больше не можем вот смотри пробежали по стене и сразу сделаем как бы еще прыжок все больше мы не можем прыжков делать из других способностей на ешку у нас он делает Такие комбо-удары пролетают сквозь противника. Также, когда мы шифтуемся, мы также цепляем противника на какое-то определенное количество урона. По сути, как дэш Генжи из Overwatch. Ну и копье, которое работает по определенной области. Такой бросок копья из вибраниума. Заряжать мы его, к сожалению, на больше урона не можем. И шифтимся мы сквозь двух целей сразу данное себя какое-то урона. Ну и также Ешка. Делаем, к примеру, такие комбо. Конечно, противники так у вас во время реального файта стоять не будут никоим образом. Ну и ультимативная способность. Смотрится она красиво. Мы берем, заряжаем дух пантеры и наносим урон. А также это, пока на них вот этот значок висит, это дебаф, который нам урон усиливает. То есть мы сильнее. Сейчас вот три удара мы сделали, чтобы этого убить уже без бафа. А этого мы с двух ударов добили, считай. Вот. Это что касается у нас черной пантеры. Давайте поменяем, выберем магик. У магик куда интереснее особенности. Мы также можем сделать рывок в направлении, куда смотрим. Также мы можем уходить в порталы во время файта. Вот смотрите. Уходим в портал. И выходя из портала, призываем у такого маленького миньона, который наносит урон. Но мы немножко не попали, потому что были не там, где надо. Призываем и он их царапает. Ну то есть достаточно урона наносит, да? Либо мы уходим в портал и выходя наносим огромный такой удар мечом, который, ну, большую площадь, да, занимает. Вот смотри. Ушли, вышли. По сути, круговой такой удар у нас выходит. И это все прекрасно, что очень быстро, очень быстро у нас кулдаунится этот телепорт. У нас всего лишь имеется, да, два заряда. Также на правую кнопку мыши, как я уже ранее показывал, бросок меча. Заряжаем на максимум и наносим очень-очень серьезный урон. Ну и давайте посмотрим на ее ультимативную способность. Темная дитя, да? Во время даже движения активируется. Ну и так же мы вот тут уходим в портал, выходим и наносим большое количество урона. Также это делает более такой дальний радиус действия. Бросок меча? Нет, мы не смогли, потому что мы подлетели на этой штучке. Подлетели. Давайте еще разочек сейчас. Вот сюда. Уходим в портал, призывая демона, который еще больнее бьет. И вот оно пошло. Заряжаем меч. И наносим сильный удар. Невероятно мощный удар у нее во время ульты. У нас очень сильный бурст. И прям в толпу залетаешь и хорошо со всеми противниками расправляешься. Что ж, ребята, это были у нас два персонажа Брал ДПС. Ульяна Распутина, она же Магик. И Черная Пантера. Напишите, ребята, какой вам из этих двух персонажей ДПС нравится больше всего. Ну, а мы увидимся с вами уже на новом видео. Подписывайтесь поэтому на YouTube, не забывайте. Ставьте пальцы вверх, если вам нравится видео по игре Marvel Rivals. И вы ждете релиза и следующего тестирования игры. Также фуловьтесь на Twitch, чтобы не пропустить прямые эфиры, прямые трансляции. Ну и подписывайтесь, конечно же, в Telegram канал. Там будет у нас с вами публиковаться различные новости. И мы будем с вами там оставаться на связи. Все, ребята, всех обнял. Увидимся на новом видео. Всем счастливо.